Книга Бытие, глава двадцать третья. Жизни Сариной было сто двадцать семь лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сарра в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон в земле Хананской. И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплаковать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал, «Я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той сынам Хетовым, и сказал им, и говорил им, и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хитейнин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той, и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня, земля стоит четыреста сиклей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов хетовых, четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефроново, которое примахпеле против мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, предотчами сынов хета, всех входящих во врата города его. После этого Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поле в Махпеле против мамре, что ныне Хеврон в земле хананской. Так достались Аврааму от сынов хетовых поле и пещера, которая на нем в собственность для погребения.